Рак мочевого пузыря 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 Сомнительность хирурга в радикальности удаления опухолей, отсутствие детрузеров в препарате, кроме опухолей совсем добротекущих, и при опухолях Т1 и первичной карциномии ин-ситу. Помним, что делается в срок до 6 недель после первичный тур. Мы все знаем, что опухоли немышечно-инвазивные характеризуются частыми рецидивами и опухолевой прогрессией. Таким образом были разработаны критерии и ОРТС, на основании которых было выведено потом несколько шкал стратификации риска. В литературе, в сети интернет можно найти несколько вариантов этой шкалы. Это американская шкала, которая по сути совпадает с шкалой НССН, и европейская шкала. Обратим внимание, что не все тут так гладко и идеально. По шкале американской, по шкале НССН, при определенных параметрах это промежуточный риск, однако по шкале Европейской ассоциации онкурологов это уже высокий риск. Наверное, имеет смысл пользоваться российской шкалой. Она очень подробная и хорошо изложена в клинических рекомендациях. Русская также ее привожу. Мы помним, что однократное введение цистостатика – это всегда вовремя. То есть, если мы в течение 24 часов после трансуретральной резекции ввели цистостатик, мы уже этому пациенту каким-то образом помогли. Следует помнить, что немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря не заканчивается тем моментом, когда пациента выкатили из операционной после трансуретральной резекции. Уже однократное введение цистостатика по разным литературным данным снижает риск рецидива от 35 до 47%. Теперь перейдем на более системное лечение – адъювантную внутрипузырную химиотерапию после трансуретральной резекции. Я знаю, что у многих докторов, у многих центров сейчас некоторые сложности с БЦЖ-терапией. И этим слайдом я хочу напомнить, что индукционное применение химиотерапии в объеме 6 циклов еженедельно – да, допустимо. Это спорно, это сложно, но это допустимо. Но помним, что адъювантной поддерживающей химиотерапии быть не может. Это не равно БЦЖ. Мы знаем, что ни одно из лечений не обходится без осложнений. Бывают как локальные, так и системные осложнения. К сожалению, с метаминозином цены мне практически не удалось поработать. Данные из литературы говорят о том, что чаще всего метаминозинция приводит к сморщенному мучевому пузырю, к ладонно-подошвенному синдрому. Напомню, что режимы внутрипузырной химиотерапии также изложены. Я оговорюсь про вакцину БЦЖ. Вакцину БЦЖ, согласно клиническим рекомендациям, нужно вводить в объеме 100 мг. При плохой переносимости допустима редукция до 50 мг. Не стоит стартовать с дозы 50 мг. по каким-то своим внутренним соображениям. Это можно сделать только в случае индивидуальной плохой переносимости препарата. Одеватная внутрипузырная терапия БЦЖ – это, так скажем, золотой стандарт лечения. Можем сказать, что как индукционная, так и поддерживающая терапия очень много значат в лечении немышечно-инвазивного рака мучевого пузыря. Индукционная БЦЖ-терапия, согласно метаанализу шести рандомизированных клинических исследований, привело к снижению риска рецидива на 56%. Поддерживающая БЦЖ-терапия также изучалась во многих рандомизированных исследованиях. БЦЖ снижает риск рецидива на 53%. В течение от 1 до 3 лет мы уже здесь посмотрим по риску прогрессирования. Но помним, что сочетать БЦЖ-терапию с химиотерапией не улучшит нам и не принесет никаких результатов. Как же правильно вводить поддерживающую БЦЖ-терапию? Есть ежемесячные курсы и есть режим SWOC или LEM. Это три еженедельных введения на 3, 6, 12 и так далее месяцев. Обращу внимание, что нет различий в частоте рецидивов и прогрессии. То есть и тот, и другой режим вы можете использовать. Особенно это актуально, если организационно невозможно сделать режим SWOC или ежемесячный. Можно эти методы лечения в одном учреждении комбинировать. Поддерживающая БЦЖ-терапия также изучалась в объеме в длительности проведения. Это четырехрукавное рандомизированное исследование было. При медиане наблюдения около 7 лет увеличение длительности терапии до 3 лет. Мы видим, что это не снизило частоту рецидивов при промежуточном риске. То есть промежуточный риск можно не вести терапию до 3 лет. И снижение дозы не привело к улучшению профиля безопасности. Вспомним слайд, где было про 50 мг написано. Все-таки 100 мг стараемся этой дозы придерживаться. Кому же я не буду проводить БЦЖ-терапию? Это пациенты с макрогематурией, с травматической катетризацией в день введения, с дезурическими явлениями, симптомами инфекции мочевых путей. Но обращу внимание, что противопоказанием не является. Лейкоцитурия, микрогематурия, бессимптомная бактерия урия. Это прописано в клинических рекомендациях. Это нужно помнить. Таким образом, прежде чем провести пациенту БЦЖ-терапию, необходимо тщательное стадирование. Такая анкетка используется в нашем учреждении. Лечащий доктор ее заполняет со слов пациента. Потом пациент и доктора ставят свою подпись. Кроме того, внизу прописывается крупными буквами диагноз и риск прогрессирования. Осложнений БЦЖ-терапии их множество, но с ними, слава богу, уже научились бороться. Именно к прекращению, к полной отмене БЦЖ-терапии приводит не такое большое количество осложнений. Это сморщенный мочевой пузырь, туберкулезный эпидемархит, симптоматический простатит, острый пиелонефрит. По этим симптомам нужно, разумеется, полностью отменять БЦЖ-терапию, начинать проводить специфическую терапию. Хочу отметить, что карцинома ин-ситу нуждается только во внутрепузырной БЦЖ-терапии. Карциному ин-ситу пролечить в внутрепузырной химиотерапии, согласно литературным данным, невозможно. Таким образом, идеальный кандидат для БЦЖ-терапии – это пациент, у которого нет опухоли в простическом отделе уритры, нет лимфоваскулярной инвазии, низкий уровень иритативной симптоматики, классическая уриталиальная карцинома по гистологическому заключению. Поскольку время у него сжато, скажу, что бывает, что от БЦЖ-терапии мы не получаем эффект, и это называется БЦЖ-рефракторность, БЦЖ-рецидивирующая опухоль, опухоль, неответившая на БЦЖ, и непереносимость БЦЖ. В случае неэффективности БЦЖ-терапии, что же нам нужно будет делать? Это выполнение радикальной цистектомии и терапия пембролизомом для негатиндатов, для радикальной цистектомии. Внутрепузырная химиотерапия, экспериментальные методы, это до сих пор остается в рамках специальных клинических исследований. Кроме того, к сожалению, при немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря мы можем пациенту предложить цистектомию. Это до 30% случаев по докладу Марии Гривны Волковой на Конгрессе «Русско». БЦЖ-резистентность также является показанием к цистектомии. Таким образом, крайне неблагоприятные факторы, когда пациента нужно уже настраивать на цистектомию, это лимфоваскулярная инвазия, сложные варианты гистологии, папиллярные, саркоматоидные, мелкоклеточные карциномы, вовлечение простатической части уретры и выявление стадии Т1 при ретур мочевого пузыря. На гистологии останавливаться не будем. Про пембролизумаб я уже рассказала, что эта опция рассматривается для пациентов не кандидатов для радикальной цистектомии. Отметим, что полный ответ к 3 месяцам терапии достигает без малого 40% в случаях. Лучевая терапия также не является стандартом, хотя показывает по клиническим исследованиям достаточно неплохой ответ. Помним, что это не стандарт лечения, в рутинной практике мы это не используем. Про альтернативные подходы расскажет мой коллега, который будет защищать мочевой пузырь. На выводах останавливаться не буду, удалось сделать вот такую картинку, где хочется отметить самое главное. Промежуточный риск рака мочевого пузыря возможно в ЭПХТ индукция, то есть 6 циклов в случае отсутствия БЦЖ терапии. При высоком и высочайшем риске внутрипузырная химиотерапия после тур нам, к сожалению, ничего не даст. Нужно работать только с БЦЖ. Благодарю за внимание. Глубоко уважаемого суда есть один вопрос к обвинителю. Пожалуйста. Уважаемая Наталья Дмитриевна, в своей клинической практике при промежуточном прогнозе какой вариант противорецидивной терапии вы предпочитаете? БЦЖ терапия. С хорошим эффектом? Да. Спасибо. Уважаемые присяжные заседатели, один вопрос к обвинителю. Маликов Ренат Камильевич, он Курол, Казань. Рецидив рака мочевого пузыря на фоне БЦЖ терапии вы будете после очередной тур назначать повторный БЦЖ? Тут не все пациенты от этого выиграют. Надо это помнить. Тут очень должна быть тщательная селекция пациентов. Каждому точно не назначу. А кого назначите? Надо тут, так сказать, лишний раз подумать. Честно, не готовы ответить. Тут вот прямо надо брать гистологию, протокол операции и так размышлять. К сожалению, сейчас не отвечу. Если позволите суду прокомментировать. Зависит от гистологических находок при повторном тур. Зависит от распространенности заболевания, которое было перед первым тур и перед тем, как вы удаляете рецидив. Если в первом случае речь шла о множественном поражении и после индукции речь идет о единичных высыпаниях меньшей степени дифференцировки при гистологическом исследовании, сделайте повторную индукцию, индукционный курс БЦЖ. Наталья Дмитриевна, благодарим. Можете присаживаться. Спасибо.